Привет, меня зовут Альфина, и я работаю в студии Unfrozen. А меня зовут Оренж, и я геройский блогер. Сегодня мы поговорим с Яром, с человеком, которого очень многие в комьюнити знают именно как шаблоны строителя, организатора всевозможных турниров и просто хорошего человека. Друзья мои, вопросов будет очень много, все они разнообразные, нестандартные, поэтому усаживайтесь поудобнее, уверяю вас, будет интересно. Погнали! Друзья, ну а прежде чем продолжить, позвольте мне напомнить вам, что это интервью, интервью с Hotagirl, которое уже вышло на канале, и все последующие, которые мы опубликуем в самое ближайшее время, были записаны несколько месяцев назад совместно с командой Unfrozen. Нашей задачей было пообщаться с ключевыми лицами комьюнити для того, чтобы узнать, какие, в принципе, существуют проблемы в современных киберспортивных героях, и как, по мнению приглашенных спикеров, можно улучшить нашу любимую игру. Я также хотел бы пригласить вас в телеграм-канал, посвященный проекту, в котором мы будем делиться инсайдами Олденеры, обсуждать видеопродакшн и просто общаться на интересной теме мира Мэттен Мэджик. Яр, приветствую тебя! Здравствуй, здравствуй! Очень давно мы с тобой не общались. Расскажи, пожалуйста, как дела, как жизнь вообще геройская, как настроение. Привет-привет! Да, все отлично, все идет своим чередом. Играем в героев, делаем турниры. Тебя многие в комьюнити связывают именно с шаблоном Джабусяра, о котором мы, конечно же, еще поговорим, безусловно. Но для тех, кто с тобой не знаком, я хотел бы тебя попросить, чтобы ты представился. Расскажи вообще немного о себе, как, в принципе, попал в комьюнити. Меня зовут Ярослав, мне 35 лет, живу в городе Москва. Являюсь одним из создателей студии Heroes Hub, которая занимается созданием и освещением турниров геройских. Как в комьюнити попал? Это давно было, это, наверное, в 14-м году я зарегистрировался на форуме Heroes World. Это геройский форум, где тоже проводили как раз-таки турниры. Вот, а попал я туда со стримов. То есть, где-то годом ранее, наверное, попал на Twitch. Увидел там таких геройщиков, как Амилу, Творына, Псих. Вот, и мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Я вообще не ожидал, что героев там на стримах играют. Это вообще такой шок был для меня какой-то. Вот, и я очень всем этим вдохновился и начал потихонечку вливаться. А расскажи, собственно, почему третий герой? Так-то, если посмотреть, игра старая уже достаточно, да? Скоро празднуют юбилеи всякие. Не первая уже в своей жизни. Что подталкивает именно в эту игру возвращаться? Ну, старая — это не всегда плохо, на самом деле. Наоборот, мы сейчас получаем какие-то новые продукты и с опаской такие, да, на них поглядываем. А что там? Вот, соответственно, я не только про героев говорю вообще, в принципе. Поэтому, наоборот, даже старые игры, они, знаете, с такой ноткой ностальгией. Вот. И иногда даже намного качественнее сделаны, чем современные какие-то продукты. Ну, а что подталкивает играть, ну, помимо геймплея, наверное, да, помимо самой игры, это, я думаю, что комьюнити. То есть люди, с которыми в эту игру играют, с кем я привык уже общаться. То есть, как вы понимаете, с 14-го года многое знакомство, и уже неотъемлемой частью комьюнити являюсь. Я думаю, это люди все. Ты наверняка слышал, а может и сам щупал последней части. Ну, давай так возьмем, вот после тройки, с четвертой по седьмую, да, по последнюю. А некоторых из которых, как правило, все-таки не заводят разговоры в приличных геройских кругах. Что вообще можешь рассказать о всем, что вышло после тройки? Действительно ли, скажем так, шестая и седьмая часть пошла куда-то не туда? Или в них все же, по твоему мнению, что-то интересное да есть? Вот, слушай, я бы разграничил действительность части. Вот ты в конце сказал шестая и седьмая. Вот четвертая и пятая и шестая и седьмая — это вот как бы две разные части. А между ними бы поставил черту, потому что четвертая и пятая, они действительно еще пытались преобразить как-то героев, да, сделать что-то новое, пойти дальше, то есть развиваться. Шестая и седьмая же часть, они — это больше коммерческие проекты, как мне кажется, которые были просто с хорошей графикой для... Ну, не знаю, просто для фанатов, наверное, уже, которые, не знаю, отчаялись, что ли. Ну, или для... Ну, короче, для более массовой аудитории. Вот. И я шестую и седьмую, если честно, часть вообще не знаком с ней. Даже не запускал, не скачивал, не смотрел. То есть я ничего не знаю, я просто знаю, что... Ну, мне это неинтересно. Интересно. Вот как-то на уровне, да, на каком-то интуитивном. То есть, условно, видосиков на ютюбе трехминутных на каждой из частей хватило, чтобы понять, что я к этому больше прикасаться не буду, да? Да, и по разговорам, опять же, по общению с комьюнити, с которыми я общаюсь, по рассказам, так скажем. Есть какие-то конкретные отдельные фишки, которые тебе запомнились, понравились, которых, может быть, даже не хватает в трешке, которые были в четверке и пятерке? По отдельности. Самое первое, что из четвертой в голову приходит, это, естественно, армия, которая могла передвигаться без героя. Вот, это было что-то суперновое. Ветки от стройки были уникальными. Там, в четверке, если ты по определенной ветке шел, если ты идешь по одной, другая блокируется, соответственно. Не могу сказать, что это круто, но вот с армией, которая двигалась без героев, мне кажется, это было бы интересно. Вот, даже в трешке. Но тогда это бы все меняло, конечно, это меняет концепцию цепочек третьих героев, а мне кажется, она тоже, как бы, в этом плане очень важна сейчас. О цепочках мы еще, конечно, поговорим. Разумеется. А в пятерке что-нибудь запомнилось? В пятерке была, ну там, прокачка героев очень уникальная, да, там вот, помните, это колесо. Видно, что ребята хотели поработать, сбалансировать это все. Ну, я вот, честно говоря, не знаю, удалось им это или нет, но в целом, скорее, да, скорее удалось, чем нет больше. Единственное, что в пятерке, я помню, меня оттолкнуло, это вот как раз-таки это вот начало, да, что, наверное, предшествовало шестой, седьмой части, это вот эта вот 3D-графика. И я вот, честно, играл больше в четверку, чем в пятерку в свое время, потому что мне было не очень удобно привыкнуть как раз-таки к вот это вот вращению на 360, да, объемам, вот это. Это было вообще что-то, это было уже чересчур как будто. В четверке тоже, вы скажете, да, там тоже как будто к объему стремились, но там это все-таки немножко другой формат был. Это еще воспринималось. Вот если бы пятерка стала бы улучшать четверку, да, было бы, мне кажется, намного лучше. Ну, в четверке были 3D-ассеты, но фиксированная камера, поэтому... Ну, да-да-да-да-да-да-да-да. Что конкретно тебе, не знаю, мешало или не нравилось в 3D-совращающейся камере? То есть неудобнее взаимодействовать с картой глобальной мира? Ты смотришь на одну, да, картинку, поворачиваешься. Я еще помню, у меня тогда комп немножко подлагивал, не сказать, что подлагивал эту игру. Я не скажу, что там вообще лаги прям были, но иногда что-то подлагивало. И это все, ну, накладывалось. Восприятие, да, то есть воспринимать игру было сложнее намного. Возможно, из-за того, что я привык после двойки, тройки, четверки, да, к определенному сетапу, воспринимать, может быть, сам вот этот 3D-мир было труднее именно в героях. А ты упомянул двойку, ты играл и в двойку тоже. Конечно, я играл в двойку. Мы, наверное, даже вот я когда пацаном был, и мы когда с героями познакомились, вообще познакомился сначала с тройкой, вот, а потом мы узнали про двойку. И вот в двойку мы играли намного больше в Hot City. Может быть, в двойке есть что-то тоже, чего не хватает тройки, на твой взгляд, на самом деле? Может быть, у двойки тоже есть чему поучиться? Ее сейчас помнят, как мне кажется, субъективно несколько хуже, ну, по понятным причинам. Она старенькая, да, уже. Но было ли в ней что-то такое самобытное, важное? Определенно было. Да даже если сейчас брать вот Hot, которая занимается героями в наше время, они-то берут какие-то фишечки из второй тоже, как раз-таки части. И это не случайно. Они вдохновляются. Вот Пустошь, которую мы имеем, фабрика вышла. Это было в двойке. Потом там в двойке был двойной грейд драконов. Появился двойной грейд в Hot'е на этих, на Корсаров и Морских Волков. Там какие-то объекты кто-то брала, типа беседки, например. Что-то еще, артефакты и так далее. То есть игра, на самом деле, очень... Ну, двойка это вообще фундамент. Это основа героев, как мне кажется. И из двойки уже пошла тройка. Вот, много что из двойки, что в ней появилось, пошло дальше. И в тройку, и в четверку, и в пятерку. Вот, и, соответственно, чем двойка нравилась? Ну, во-первых, это действительно супер атмосфера. Если их сравнивать с тройкой, то есть это такая прям фэнтезийность, красочность, если вы вспомните. Вот, музыка тоже такая классная, подходящая очень к этой игре. И, наверное, она была проще. Вот чем она нас тогда цепляла, наверное, она проще была. Ее в нее проще было войти. Там не так много юнитов было, да, то есть меньше юнитов было. Вот, всего поменьше и замков, и всего-всего. Вот, и мне кажется, именно этим она нас тогда и зацепила. В общем, если просуммировать вообще всю нашу беседу о разных героях, потому что все-таки не трешка единый, они живы. Если я правильно тебя поняла, получается, что... Понятно, что киберспорт — это трешка, и это ход, и мы о нем сейчас вообще отдельно, глобально поговорим. Но если вспомнить о героях просто как о серии игр, то тебе импонируют те части, которые брали геройское ядро, но все-таки как-то его развивали, добавляли какие-то свои идеи, добавляли там глубины каким-то системам, а не просто брали и копировали. Конечно, конечно. Что-то свое придумать. То есть, вообще, это же как... Видно, когда люди стараются, да, делают что-то от души, и видно, когда люди делают просто ради того, чтобы заработать. Это сразу чувствуется, и, наверное, вот четверку там и пятерку это отличает уже от других частей. Но вот есть, наверное, я вот сейчас пока-то говорил, я подумал, наверное, что вот двойка и четверка, более атмосферные такие, более человые игры, они были, знаешь, как, ну, может, как фильм, да, то есть в который ты прям погружаешься, как хорошая картинка, при этом тебе нравится этот геймплей, и ты его, соответственно, в него погружаешься и пропадаешь там где-то, да, вместе с этими историями всяческими. Вот. А трешка — это вот уже как раз-таки такой продукт, который делан для вот турниров для киберспортных. Но перед тем, как мы перейдем к турнирам, давай немного поговорим о Хоте. Как так вообще получилось, что вся геройская киберспортивная сцена крутится вокруг мода? Интересный вопрос. Я думаю, что частично уже на него отвечал. Это опять же появились люди, разработчики от Хотокрю, которые фанаты, фанаты этой серии. Они с душой подошли к своему продукту и сделали его качественно, сделали его для людей, сделали его удобным, красивым. Поработали над всеми, наверное, аспектами игры, вот, за что им огромное спасибо. Представь себе, что я сейчас выступаю от лица некой, не совсем в теме, в теме, да, аудитории. Почему нельзя было просто в третьих героев играть? Зачем вообще понадобился весь этот мод какой-то с какими-то там изменениями, дополнениями и так далее? Потому что игра была недоработана, и разработчик этой игры ее не усовершенствовал, не дорабатывал, не выпускал патчи. Вот. В современном мире это кажется, да, невозможно. У каждой игры есть разработчик, они постоянно допиливают. Вот. И, собственно, Хото стала таким вот проводником из прошлого в будущее. То есть дело только, по сути, в обновлениях получается. На самом деле, как мне кажется, есть очень большая доля аудитории среди героющиков, которые помнят именно третью часть вот той ламповой пиксельной штучкой из двухтысячных, и когда они узнают о том, что там появляются какие-то новые города, они крутят около виска и говорят, мол, а зачем это вообще все нужно было? Как ты думаешь, на самом деле, больше ли сейчас количества людей, которым вот эта вся супер-киберспортивность, в принципе, нужна? Тоже интересный вопрос. Я думаю, что это вот извечно. Ну, это касается человеческой природы, есть консерваторы, вот. Есть, соответственно, те люди, которые стремятся наоборот к обновлениям. И тут мне кажется, вот по моему мнению, что все-таки комьюнити, которая сейчас у нас есть, вот киберспортивная, турнирная, оно все-таки постоянно, во-первых, общается между собой, собирается вместе, и я думаю, что они именно двигают прогресс, как раз-таки, может быть, и вот Хота, наверняка, они использовали мнение как раз-таки игроков, которые принимают профессиональных, геройских, которые принимают участие в турнирах, они использовали их мнение, общались с ними и так далее. Вот. Ну, а сами они являются фанатами, наверняка они фанатов не спрашивали, да? Я, знаешь, так провокационно, сознательно провокационно сформулирую вопрос. Хота существует уже много-много лет, когда я, будучи еще совсем маленькой, 15-летней девочкой, знакомилась с героями, да, я уже знакомилась не с ванильной версией игры, а с Вогом и Хотой, то есть эти, ну, Вог, так сказать, растворился в слоях истории, да, Хота нет, но различные моды на героев, из которых действительно Хота самый-самый, безусловно, значимый, очень-очень много лет существует. Так вот, провокационный вопрос. Хота — это вообще все еще та же игра, или в каком-то смысле это как бы уже понятно, что юридически, да, и с точки зрения там ассетов и кода, разумеется, это просто модную игру, но если вот так, знаешь, философски-дизайнерски, да, это посмотреть, это все еще та же игра, или это на самом деле какая-то уже немного другая игра? Я думаю, вот как раз-таки все же та же, потому что если брать Вог, то почему он так не взлетел, как Хота? Вог, я, кстати говоря, тоже, мне он очень нравился, и, наверное, почему он не пошел, потому что он был чем-то совсем революционным, то есть они не ориентировались ни на кого, да, то есть они просто делали, свои какие-то идеи реализовывали, да, вот. А Хота, в свою очередь, оно все-таки на комьюнити, на мнение комьюнити сильно опирается, и на фанатское, и на киберспортивное, поэтому они стараются как бы просто улучшить игру, у них же главный девиз даже, как бы это могло быть по версии разработчиков, да, это их главная идея, вот, и сильно не углубляться, то есть сильно не рушить, сильно не перекапывать, вот, и это, видимо, как раз-таки в выгодном свете их и поставило. Но вот видишь, это же создает интересную динамику и интересную дилемму, потому что, как мы с тобой раньше обсудили, игры, которые ощущаются бездушными, да, которые кажутся, ну, просто повторением того же самого, не заходят, потому что, ну, а зачем играть в какое-то там бездушное повторение того же самого? Или, по крайней мере, они такими воспринимаются. Но какие-то слишком революционные изменения тоже не приживаются. На самом деле я вот, я, например, большая поклонница четвертых героев, потому что считаю их очень смелым экспериментом, но в общем и целом в комьюнити я скорее замечаю, что люди с прохладцей, да, относятся к ним, потому что некоторые изменения показались чересчур, уже как бы не геройскими. И получается, что для такого, что некое недостижимое, умозрительное, идеальное развитие серии лежит в некотором балансе между новыми фишками и при этом все же сохранением каких-то старых конвенций, да, потому что если сделать что-то слишком новое и другое, это, ну, скажем так, это будет интересно, наверное, локально какой-то группе игроков, но вот не станет таким феноменом, как Хота, которая как раз очень поступательно развивает принципы геройского дизайна. То есть, да, это будет уже другое. Серьезно, баланс. И как раз-таки Хота, она и старается этот баланс соблюсти. Яр, я думаю, ты со мной согласишься, что это был, знаешь, вот, я по себе хочу сказать, 1 января я очень там рано лег спать, в смысле в ночь на 1 января, рано встал относительно, ты знаешь, подхожу к ютюбу, захожу на ютюбчик, смотрю такой, и Хота, знаешь, самая первая вот иконочка, Хота, захожу и смотрю, и что-то выпустили. Я думаю, господи боже, не может быть, да вы что, вы серьезно, обновление? Я такой, не-не-нет, быть не может, мы уже ждали, сколько, неужели они нам такой классный подарок подарили? И ведь действительно, сразу же, а вы хотите загрузить долгожданное обновление? Согласись, что это было очень круто, что именно 1 января мы дождались фабрику, это было очень необычно, очень такой необычный ход конем, я бы сказал, со стороны Хота и Крю, то, что они вот как будто нам подарили такую новогоднюю сказку, выпустив то самое обновление, которое мы очень долго ждали. Скажи, на твой взгляд, гармонично ли вообще вписался новый город в общий лист замков? И, в принципе, что можешь сказать от себя о городе, о его каких-то геймплейных фишках, насколько он сильный, слабый, по балансу, возможно, что-то есть, что добавить? Слушай, я тоже обрадовался выходу фабрики, безусловно, но получилось так, что я переезжал в конце декабря, и у меня в итоге не было интернета, мне только 4 января его провели, соответственно, и я вообще на телефон скачивал соответственно обновление, потом перекидывал на комп и уже смотрел таким образом, и не мог поиграть, соответственно, ни с кем в лобби. Гармонично ли вписалась в общий лист? Да-да, то есть уход и большой опыт, они сделали причал, который вписался, они вот сделали фабрику, которая вписалась абсолютно, совершенно, по моему мнению, я уверен, что найдутся люди, которые и причал до сих пор, да, и не принимают, и, соответственно, и фабрику не примут, но, по-моему, все у них получилось, вот, они вообще в этом плане молодцы, как я уже сказал, большое им спасибо. По поводу геймплейных фишек, их очень много, потому что фабрика это техно, техно-город, да, и там есть механизмы, не только механизмы, они вообще соединились, сделали симбиоз, такую синергию механизмов. А если немного помечтать, чего тебе, как организатору турниров, не хватает среди имеющихся нынче игровых механик? Там, может быть, хотелось бы спектатор мод, хотелось бы реплей, еще что-нибудь, может быть, что облегчило бы организацию, комментирование и вообще вот это все. Чего не хватает? Ну, действительно, и спектейт мод, и реплей, это было бы топ, вообще непонятно, как это бы выглядело, если честно, то есть это что-то кажется очень сложным. Вот, идей тут нет, да, то есть представить себе это действительно сложно, может, это и никогда из-за этого не появится, хотя было бы очень интересно посмотреть. Возможно, сейчас для турнирной среды не хватает какого-то, какой-то площадки, какого-то ресурса, который бы все это объединяло, вот, потому что мы вот все вот на Твиче, да, в основном, геройщики, и появляются там разные каналы, разные студии, а вот что-то объединить это все нужно, и этого вот нет. Возможно, какой-то там уникальный, ну, общий рейтинг, да, который бы объединял, который бы на что-то влиял в турнирах и прочее, прочее. Возможно, вот, что хотелось бы, ну, самое очевидное выглядит, это связать это все с лобби, например, Бараторчу. Ну, вот, Бараторчу много раз вопрос этот задавали, он не хочет с этим связываться, так скажем, и делать, хотя у него, казалось бы, все для этого есть возможности. В лобби это все, сделать там отдельную вкладку турниры и всех под одну историю какую-то вписать, все это организовать, вообще было бы супер, мне кажется. Ну, вот, к сожалению, этого нет. Надеюсь, что появится в будущем когда-нибудь, вот мне этого не хватает. Хотелось бы обсудить с тобой шаблоны, и как я сказал в самом начале интервью, многие тебя знают как героичка, который начал активно изменять параметры ценности объектов, добавлять новых героев и в целом, в принципе, балансировать самый популярный шаблон, а именно Jabus Cross. В этом месте хотелось бы спросить, а что именно в итоге ты поменял, то есть, что из себя представляет измененный Jabus Yara, как тебе вообще в принципе пришла идея в голову этим заняться, и главное зачем? Ну, если Jabus Yara именно вспоминать, то я изменял там какие-то незначительные, как мне казалось, вещи логично, то есть, я старался все, логичный подход, например, неиспользуемые объекты, я над ними там работал, то есть, это были, например, хатки, которые, хатки квестовые, да, на которые ты сдаешь артефакт, тебе дают какую-то награду, они вообще не использовались в, ну, практически никогда, понимаете, тебе за артефакт первого уровня, например, дух уныния возьмем, да, тебе могут дать архангелов в хатке в этой, а, соответственно, чтобы это было балансно, этот артефакт маленький должны охранять тоже сильные охраны, вот, поэтому, то есть, представьте себе ситуацию, где за маленький какой-нибудь артефакт стоит очень сильная охрана, она может стоять там в каком-то месте, которое тебя блокируют, да, то есть, как будто тебе это еще штуку надо куда-то отвезти, то есть, она для тебя бесполезна, но она за сильной охраной, то есть, это еще и немножко ломает вот геймплейную часть игры, вот, поэтому бесполезность не только в том, что сама вот эта хатка находится в какой-то части карт, вот, это две части целых, да, то есть, охраны, артефакты, еще и вот, сама хатка, вот, слишком много, слишком перегружала, слишком бесполезно, поэтому она была убрана, потом, допустим, был такой объект, как, точнее, он есть, бесятник, тайник бесов, вот, он неадекватного количества value был, он был 6 тысяч, по-моему, value, вот, и самое, что интересно, я его понизил, так его и хота в последнем обновлении, если вы посмотрите, тоже понизила value этого объекта, то есть, опять же, это было логичное изменение, и это даже, как бы, этому было некоторое подтверждение. Я, в этом месте, если ты позволишь, я хотел бы тебя немножечко прервать для наших уважаемых зрителей, сделать небольшое пояснение, вот мы говорим вот это слово, value, да, в принципе, что это такое, там, хотелось бы сказать, что это некая условная величина ценности абсолютно каждого объекта на карте приключения, будь то артефакт, какая-то хижина мага, какая-то повышалка, абсолютно все имеет некую ценность, и мы сейчас говорим про то, что вот этот вот объект, да, тайник бесов, по-моему, если я не память, мне извиняюсь, это называется, его содержимое настолько несоизмеримо, на самом деле, награда этого тайника настолько несоизмеримо маленькая с его ценностью, что очень многие жаловались на то, что если, скажем, тайник этот находится рядом с каким-то нужным тебе артефактом, тебе приходится ради этого пробивать неадекватно сложную охрану, потому что как раз-таки ценность этого тайника бесов, она слишком большая, и суммарно, если бы этого тайника не было, скажем, охраняли бы там пять единорогов, условно, какой-то сильный артефакт, а с этим бесятником их восемь, да, и пять и восемь это огромная разница, поэтому очень многие жаловались на то, что нужен некий ребаланс вот этой ценности объектов, потому что что-то неадекватно низко, что-то неадекватно высоко. Ну да, вот представьте, допустим, вот тайник бесов, вы уже знаете, да, и консерватория грифонов. Вот у тайника бесов шесть тысяч вэлью, а у консерватории две тысячи вэлью. Зато в консерватории вы можете ангела там получить на старте, а вот в тайнике бесов получаете там две тысячи золота и серы немножечко. Плюс я добавил на свой шаблон жилищ существ Т6, Т7, я помню. То есть у меня это как-то фиксированное количество было, и сделано это было для того, чтобы разнообразить геймплей. Потому что Т6, Т7 юниты, как правило, не использовались, то есть или использовались определенные юниты. А хотелось, мне просто хотелось посмотреть, как это будет в итоге геймплейно развиваться. Как, к чему это приведет. То есть я помимо логических каких-то изменений хотел какие-то новаторские изменения внести и экспериментальные, да? Ну, при этом не сильно как сказать, не сильно экспериментальные, да? То есть не сильно, чтобы они выбивались, не сильно, чтобы шокировали. Все это, наверное, связано с тем, что нужно было какой-то, да, свежий воздух, свежую кровь пустить в игру. Окей, скажи, пожалуйста, если все-таки не Jabez Cross, какой шаблон из ныне существующих кажется тебе одновременно наиболее сбалансированным и при этом интересным с точки зрения киберспорта? А может быть такого шаблона и вообще нету? Ну, слушай, это действительно сложный вопрос, может быть, его и нет, но вот первое, что на ум пришло, это тоже Jabez Cross, но в формате зеркала, то есть есть такие МТ-карты, где с одной плоскости ваша карта, а на нижней плоскости не подземелье, а карта оппонента, соответственно, а вы соединены при этом порталами, да, двусторонними, вот, и Jabez Cross есть в таком формате, это формат твой респ и центр, и у твоего оппонента все то же самое, все то, абсолютно то же самое, но снизу, да, и мне кажется, это очень балансная, балансная история, но, возможно, она не такая зрелищная получается, как обычный Jabez, потому что там, ну, половина, считайте, геймплея, ну, точнее, половина зрелища, то есть, если, грубо говоря, у вас один, на обычном Jabez один игрок стартует за одну фракцию, а другой за другую, это как бы битва фракций, получается, да, битва всяких там, геймплейных штучек, там, тактических решений, да, у каждого замка, а здесь уже вступает в роль другая история, то есть, у вас одна фракция против этой же фракции, вот, геймплей будет, значит, одинаковый, единственное, будет решать, как игрок, во-первых, и разведку проведет быстрее, да, ключевые какие-то истории найдет, и как он это, соответственно, по цепочкам быстро соберет. Существует такой шаблон Outcast. Фишка Outcast'а заключается в том, что на нем играют одним героем. Собственно, вот, литовский геройщик Лексяв, например, начал, да, сперва играть одним героем, и это как-то захватило, сообщество. Скажи, почему, откуда вообще берется у людей интерес играть одним героем, и за что любят шаблон Outcast, который из этого возник? Мне кажется, Лексяв просто любил одним героем играть, потому что он хотел быстро играть в героя. Ну и, собственно, Outcast, это как раз-таки про быстроту, да, про, опять же, понятность, то есть, легкость, понятность, быстрота, то, что не, как будто не присуще, да, третьим героям. Мы же там вспоминаем бесконечные, да, катки в героев. Вот, Алексей на быстром герое, точнее, на одном герое, на быстром таймере, там, без возможности откупаться, сыграл как-то в героев, и эта идея прижилась. Кому она понравилась? Ну, тем же ребятам, у которых мало времени, допустим, на игры, и вот у них есть там час, допустим, да, и они хотят поиграть в героев, да, пожалуйста, вот, сейчас можно это сделать на шаблоне Outcast, Jabez Outcast. Прекрасная идея, мне кажется, и она очень уникальная, опять же, почему она прижилась, уникальная идея, и она нашла своего зрителя. Геройские цепочки, тема, по поводу которой существуют очень разные мнения. Есть мнение, что цепочки, это именно то, что сделало из простой пошаговой стратегии настоящую киберспортивную дисциплину, потому что требуется очень высокий скилл, чтобы правильно простраивать цепочки героев, правильно разведывать, правильно передавать войска и артефакты, и, в общем, управлять всей этой логистикой, да, из многих героев. С другой стороны, существует мнение, что это, что изначально игра дизайнилась без учета того, что в нее будут играть именно так, и что это очень трудоемко, иногда излишне. Трудоемко, возможно, переусложняет игру и не дает, например, расширяться ее аудитории. Что ты вообще думаешь о цепочках? Это необходимый компонент, героев как кибердисциплины, потому что вот мы сейчас обсудили отказ, где их нету, и у него тоже есть своя аудитория. Цепочки для чего они придумались? Для ускорения игры, вот, потому что если играть без цепочек, то все намного дольше получается, вот, и так получилось, что оказалось, что ускорять игру можно еще, еще ускорять игру, да, если ты делаешь это правильно, то есть, если ты эти цепочки строишь грамотно, то игра еще быстрее становится. Вот, соответственно, насколько, ну, так получилось, да, что герои, герои, то есть, взаимодействие этих цепочек с геймплеем героев, оно дало нам в итоге вот эту спортивную соревновательную составляющую, которую мы сейчас имеем. Так получилось, да, просто. Тут, это неотъемлемая уже часть игры, то есть, без них нынешний вот геймплей героев представить, ну, невозможно. Соответственно, вот, Лекси такой, а подумал, а почему бы, точнее, в смысле невозможно, да, давайте уберем цепочки и одним героем поиграть. В целом, в целом, окей, да, но, надо понимать, что это уже совсем другая игра получилась. То есть, можно вот сказать, что Outcast, Jabus, это, типа, другая игра. Это как вот с Dota, допустим, да, два. Ну, вообще с Dota. Тоже отдельная игра получилась, и это отдельная игра. Поэтому, придумать ли альтернативу сейчас, вот, Outcast является альтернативой. Если какая-то другая, там, стратегическая игра появляется, то, ну, это будет зависеть от того, какой у нее геймплей, какая там задумка. В целом, цепочки, это интересно. То есть, это интересно, мне кажется, что в этом и мысль игрока, то есть, какой у него приоритет, как он расставит героев, успеет ли он расставить героев. В этом есть определенная, определенный интерес в определенный смысл. Яр, давай немного побеседуем с тобой о теме одновременных ходов. Смотри, с моей точки зрения есть некая проблема у игроков, особенно у стримеров, это прям совсем больная тема, когда происходит переход от одновременных ходов, они заканчиваются и становятся друг за другом, да, не одновременные. скажи, с твоей точки зрения, есть ли, существует ли на самом деле некая проблема и можно ли ее как-то решить? Я сейчас еще раз, да, говорю о процессе перехода от ОХ к пошаговой полноценной изначальной стратегии, как это и было задумано. Да, тоже хороший вопрос. Тут есть две стороны. Во-первых, действительно сложно представить себе игру, в которой в современном мире, когда вы передаете ход и потом там полчаса, например, сидите и ждете своего хода. Что-то не так, как будто. И действительно, тебе, во-первых, это долгое ожидание и иногда ну это неправильно, как будто бы, да, просто вот и все. Но с другой стороны этим можно и пользоваться в тот же момент. Во-первых, вы в этот момент отдыхаете, во-вторых, вы продумываете свою игру, продумываете стратегию, планы какие-то строите. Опять же, это наверняка улучшает в итоге процесс. Это же, наверное, лучше, чем ты в каком-то моменте принимаешь решение, а тут у тебя есть время его обдумать. Причем времени полно. Вот, но на самом деле, как мне кажется, что вот если брать цепочки, это окей, а вот ожидание вот это вот, это не окей. это отпугивает, я думаю, большую часть аудитории, которая теоретически могла бы заинтересоваться героями или интересовалась, но вдруг ее поиграла немножко, поиграв, ее эти моменты смутили, и она в итоге пошла в другие игры, где не нужно столько много ждать. Вот, ну и в целом, если бы не было бы ни одновременных ходов, мы бы вообще в целом бы сократили время играния, время игры, да, время партии, и это бы, от этого, я думаю, что многие бы выиграли, да. И здесь сразу же хотел бы, да, как раз тебе задать следующий вопрос, он связан с вин кондишеном, я думаю, ты со мной согласишься, что существуют так называемые душнилы, да, для тех зрителей, которые вдруг не понимают значение этого слова, я поясню, это игроки, которые, ну вот, если вы вспомните, если мы заходим в героев, нажимаем там, допустим, одиночная игра, там есть такая фишка, условия победы или поражения, победы, ты должен убить или уничтожить, да, и захватить все замки, города, там, всех убить, всех героев твоего соперника, или проиграть, то есть ты должен, тебя должны полностью захватить, и вот душнила, это человек, который играет там чуть ли не до последнего героя, до последнего замка, хотя, казалось бы, какие у тебя здесь могут быть шансы, когда я полностью тебя разгромил, у тебя нету там никаких аутов на текущую игру, и ты 100% проигрываешь, но ты продолжаешь все равно душить своего оппонента, затягивать целенаправленно игру, так вот, возвращаясь к вопросу, как ты считаешь, не устарел ли вообще win condition, потому что в механиках игры этого не заложено, если только оппонент написал гг сам, тогда игра заканчивается, если оппонент этого не сделал, по правилам он имеет право затягивать игру до тех пор, пока ты не захватишь, как мы, да, упомянули ранее, буквально не убьешь его и не истребишь с карты полностью, как ты считаешь, возможно ли какие-то альтернативные варианты вот вообще такому долгому стечению обстоятельств, ну, наверное, да, наверное, соглашусь, что здесь устарел действительно win condition и иногда становится абсолютно все понятно уже, но по какой-то причине игра продолжается, ну, причина понятная, догоняющему человеку хочется как-то попытаться камбэкнуть, он может даже все прекрасно понять, что у него супер мало шансов, но он пытается любыми способами, да, где-то, может быть, надавить на оппонента психологически, где-то попытать вообще какие-то шансы, ну, ему кажется, что, да, если он вот это вот найдет, допустим, вот это прокачает, вот это добудет, у него какие-то шансы будут. Хочу задать очень конкретный такой вопрос про один тип игровых механик в героях. В героях существуют уникальные точечные эффекты, например, троглодиты иммунные к заклинанию слепоты и только к нему, то есть не к какой-то категории, а вот к конкретному спылу. Нежить воскрешается специальным заклинанием, да, то есть все воскрешаются одним, а нежить другим. Там, не знаю, есть артефакт, дающий иммунитет только к одному заклинанию, например, артефакт против Берсерка. Все это понятно с точки зрения флейвора, то есть, да, с точки зрения миростроения, ясно, почему эти штуки возникают. И они действительно такие очень выпуклые, да, то есть, вот этот фэнтезийный мир, они характеризуют интерес. Но, с точки зрения именно чисто геймдизайна, тебе нравятся такого рода очень конкретные эффекты? Ну, слушай, нравится, не нравится, ну, что-то нравится, может, что-то не нравится, я вот могу по этому поводу сказать следующее. Я, когда начинал в, скажем, соревновательный, да, мир героев окунаться, меня-то это и заинтересовало, вот всякие такие фишечки, всякое что-то тоже, чего я не знал, то есть, вот опять же там протороглодитов, я вот допустим не знал, я вот когда, ты когда-то что-то новое узнаешь, и ты начинаешь как бы думать, а, да, то есть, а, что вот так можно было, а как это с этим работает, а как это с этим работает, ты начинаешь включаться наоборот, то есть, это как и повышает порог вхождения, как ты сказал, так и наоборот затягивает уже людей, которым, ну, что-то понравилось, да, и они продолжают в этом дальше разбираться. Мы с тобой за время интервью уже упоминали, что есть некие трудности, проблемы с генерируемыми картами, например, то, что могут где-то как-то всплывать непонятные ненужные блоки, или там некие проходы защищены как раз таки квестовыми предметами, которые, возможно, вообще не нужны и прочее, 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 но сейчас я говорю в целом, что существуют так называемые респы боли, понимаешь, да, о чем я говорю, или наоборот шоколадки, что-то прям супер вкусное, и, казалось бы, вэлью твоего респа и вэлью моего респа, они как будто одинаковые, но как будто абсолютно небалансные расклады в итоге получаются, и зачастую исход матча предрешен самим генератором, а не том, как ты или я будем раскладывать тот или иной расклад. Собственно говоря, мой вопрос следующий. Как ты считаешь, нужно ли делать, менять генератор карт, случайно карт, таким образом, чтобы карты получались более балансными для обоих игроков, или это неопределенность, это не видение того, что тебе возможно подарит текущая игра, и есть то, за что мы на самом деле любим героев? Очень интересный действительно вопрос. Вот самое интересное, с чего я бы хотел начать и спросить, ну как бы просто риторически в воздух, как вот так получается, что некоторым игрокам сдает лучше, чем остальным? нам нам так кажется, нам так кажется, в комьюнити есть несколько, как я понимаю, но есть самый главный, да, мы все понимаем, о ком я говорю, скорее всего, ты понимаешь, о ком я говорю, тот, у кого его ник постоянно коверкается со словом прухать, вот, и есть те, которым сдает поменьше, но как будто такие игроки существуют, да. Да, типа, ну как, это какая-то, знаете, как сбой в матрице, как будто, как Нео, который умеет пули останавливать, а этот может себе объект генерировать. Миша, Миша! Соответственно, это интересный вопрос, и действительно хотелось бы, чтобы балансные были расклады, да, и чтобы решался именно, решался результат игры в скилле игрока, то есть скилл, я имею ввиду, там, продумывание, да, то есть правильный выбор стратегии, в тайминг, в тайминг все это попадало, классные боевки, все это сочеталось вместе, и вливалось в результат, а не так, что, ну, ты банально, даже вот как не старайся, не знаешь, что сделать, и как выиграть. Вот, вопрос, как это сделать, это, естественно, очень сложный вопрос, и как мне кажется, чтобы достичь результата, в этом деле, нужно просто пробовать. вот, чего не хватает, как мне кажется, для баланса в героях сейчас, это постоянных проб и ошибок, постоянных изменений, то есть нет разработчика, который бы что-то вводил, что-то убирал, что-то добавлял, что-то возвращал, то есть постоянный процесс, который бы в итоге привел к тому, что люди поняли, вот это лучше, вот это реально работает, вот так прикольно, вот так классно, вот в это нам нравится играть, да, то есть это же все там, чуть-чуть меняешь, что-то где-то стата юниты, он начинает падать, да, то есть ухудшаться, соответственно, через него перестает играть, играет через что-то другое, соответственно, меняется вообще вся вот эта вот история, и как мне кажется, это должно быть, и это классно, это прикольно. Яр, напоследок хотел бы задать тебе такой вопрос, давай помечтаем, и представим, что у нас есть возможность сделать третьих героев абсолютно любыми, и какими бы мы только захотели. Комьюнити, безусловно, не маленькая, комьюнити, безусловно, развивается, но что бы ты, если бы ты был всемогущим, что бы ты сделал такого с третьими героями, чтобы комьюнити стало еще более сплоченным, еще более большим и дружелюбным? Интересный вопрос, ну, я как, наверное, любитель шоу, да, геройских баталий для вот объединения комьюнити, мне кажется, все-таки важен какое-то, какое-то событие, да, событие, которое бы обсуждалось, которое бы смотрелось, и я думаю, что это турниры, то есть это соревнования, вот, а во что, то есть вы видите, даже вот сейчас, как будто несовершенную игру, хотя это в кавычках несовершенную, да, собираются на турнирах, играют, смотрят, обсуждают определенное количество людей, да, это небольшая, небольшое комьюнити, но оно и не маленькое, оно довольно, ну, довольно неплохих размеров, я бы так сказал, удовлетворительных, вот, поэтому соревнования, это, наверное, двигатель прогресса все-таки, я думаю, и, а именно что конкретно, как конкретно какая-то должна быть эта игра, ну, тут хота неплохо подходит, то есть это плюс-минус сбалансированная игра, да, в которую мы привыкли играть, в которую мы знаем играть как, и которую мы любим с детства. Итого, пожелаем героям больше новых интересных идей, но не революционных и не меняющих и ледро игры, и больше классных зрелищных турниров, вокруг которых сможет собираться все сообщество. Такой вывод делаю из нашей беседы. Ну, отличный вывод. Мне кажется, что мы очень здорово поговорили, спасибо тебе огромное за то, что уделил нам время, это было суперинтересно. Спасибо вам, мне тоже все очень понравилось. Да, Яр, мы благодарим тебя за, согласись, очень продуктивное и интересное интервью с интересными дискуссиями, я лично, я думаю, что Альфина тоже подчеркнули для себя много чего прикольного и мнение твое, как человек-организатора турниров, мнение человека, как который создал, по сути, отклонение от Джебус Кросса, столько делает всего для комьюнити, это было очень интересно и классно, поэтому мы благодарим тебя за твое время и за то, что с нами пообщался, поделился своими знаниями. Спасибо большое, что позвали, было очень интересно, очень интересные вопросы, вот, мне было приятно на них отвечать, всем спасибо.